здрасте всем привет 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 очень рада вас видеть более того как дела все отлично просто солнце светит лето настало ваше время время мохито я скоро день рождения я вообще летний человек ну да 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 все немного так в проброз будем иногда обсуждать тему защиты детей или защиты от детей вообще дня защиты детей потому что вчера он был может быть может быть вы его отмечали у нас вчера до моего вчера отмечали плюс у нас что было пример альбома для всех детей давайте тогда прям с альбома и начнем что за альбом где презентовали вчера 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 день защиты детей официально вышел наш первый альбом который называется слезы солнца на itunes ищите в интернете слушайте и скачивайте качайте это российская это россия матушка по сути дела скажем так не особенно делайте ставку именно на зарабатывание через через альбом больше степени наверно какие-то концерты в россии нельзя зарабатывать это действительно так к сожалению я надеюсь что это не навечно что ждет ваших уже закрепившийся за вами фэм ваших поклонников и может быть чем чем можно применить новую аудиторию что там что там на альбоме но в альбоме у нас есть старые треки которые уже многие очень знают 260 например манускриптов выдолбленные куски когда начиная заметки вы пришелся не остановите какой-то меня даже могу уйти если все горит лёша хорошо если что кнопка срабатывает так вот есть еще несколько новых треков таких как лав таких как я не могу без тебя которые кстати вот уже в эфирах на музыкальных телеканалах вот и еще песни разбежаться очень лиричная такая медленная красивая ну то есть есть так сказать чем побаловать нашу публику и медленные быстрые такие сики композиции в общем нормальный такой классный полноценный богатый в вашем понимании вашем представлении собирательный образ вашего слушателя что это мальчик девочка сколько его нет какие темы его тревожит и и тревожит но насчет всем могу сразу сказать что это любовь на расставание или наоборот встречание но по поводу именно целевой аудитории дали возрастного конца вот это как это чтобы называть просто аудитории да ну в общем возрастной а продолжение фразы присылайте на смс-портал активизировать наших зрителей то есть возраст они от 15 и до 35 вообще вы знаете у музыки нету границ возраста поэтому у нас есть такие песни например достаточно взрослые на альбоме как песня она которую может послушать человек не знаю даже пожил уже и прожил хорошо еще у тебя есть вопрос я все про защиту детей сегодня спрашиваю давай я думаю что на следующий выход на следующий блок моста давай а кстати ты вот нам сегодня вот вы нам должны помочь саша и саша мы сегодня будем разыгрывать прекрасно ваша помощь конечно и этики давай 7 июня 7 июня 2015 года на автодроме пройдет москву рейсуэй и группа мохито будет на ней выступать мы сегодня разыграем два билета они уже здесь они вас уже дожидаются вас а по поводу механики розыгрыш наверное договоримся промежуток музыкантную паузу да договоримся придумаем что что кого еще один вопрос возвращаясь к вашему творчеству вряд ли мы будем говорить о моем творчестве потому что творю я очень странная инсталляция из мусора и прочее ваша музыка ваша музыка это больше так скажем фестивальная концертная музыка или это вот запереться укрыться пледиком присесть на балконе с чашечкой горячего какао и в одного скажем так диалог с собой принципе мы достаточно универсально в этом плане мы можем работать как по ночным клубом так можем и отработать концерт большом зале то есть у нас вот универсальная такая программа то есть есть дэнсовые такие вещи а есть лирика и даже те же самые дэнсовый мы можем сыграть с коллективом с живыми инструментами и это очень классно звучит по-другому но класс а когда ближайшее выступление может быть вот ближайшее выступление 7 июня 2015 года доступ на все трибуны и за исключением дала сейчас мы сейчас мы вместе с вами и вы уважаемые наш телезрители увидим клип на песню улыбайся я буду улыбаться только лишь с тобой я согласен хорошо небольшой небольшой тизер что ждет если кто-то сейчас немножечко хочется там не заварили кинуть еще кусочек сахара в свой кофе и уйти на кухне для этого как оставить зрители у экрана что-то что ждать ближайшие четыре минуты это совместная работа с прекрасным очень популярным рэпером ст.н. саша присолите в клипе во вторых там показано в этом клипе очень классные такие истерические любовные эмоции что называется то есть когда летит замедленной съемки стакан с вином и падает и вино и виноват конечно да а убийца портной давайте не будем далеко уходить от сути улыбайся со мной да так называть со мной улыбайся со мной группа мохито и рэпер ст. вашего внимания пожалуйста искренне спасибо вам за ваше творчество классный клип кстати мы ждали привет не обманули между у нас респект у нас в студии честный спасибо вам что вы остаетесь у экрана смотрит телеканал юмор здесь и кипяток горячие обжигающие освежающие все такое прочее так лёш все ты уже наболтал мне кажется за прошлый блок вот сейчас я буду с ребятами сказать я адекватная я не лёша хорошо хорошо я буду просто сидеть между вами и кривляться да и давайте ну можешь попробовать давайте все-таки вернемся к нашей теме основной это день защиты детей и я лёша уже говорил пока нет пока нет ты можешь отвечать на вопрос тоже вместе с ребят в общем я вчера собирала самые дурацкие факты в этом празднике вообще самые дурацкие факты о детях и я сейчас буду говорить вам факта вы должны говорить верите в это это будет утверждение не обязательно что не обязательно что это да вот вот я собираешься вот я тебе должна сейчас на я положение а ты попробуй ты даже не говорит и кивай или не кивай пожалуйста и красиво и скажите уважаемый режиссер красиво ты пола как и так верите ли вы что самое популярное женское имя среди девочек за последние четыре года в америке это тиффани нет нет за последние годы по-любому сара камень с 2010 года 2010 года до тиффани я думаю что рианна нет самое популярное имя среди девочек это шанель шанель а среди мальчиков между прочим найк я думаю что это ник но только они начали писать это по-другому и он стал найком причем только в европе найк называют найком а там же он называть ник скоро выйдет скоро будет имя луи виттон или какой барбаре скорее всего всех детей в америке будут звать apple и мальчиков и девочек или или айпад дочку гвинет полтора зовут apple но это никак не связано с ну конечно теперь она компанией как это не макинтош верите ли вы что дети до определенного периода времени не видят синего цвета нет это же не собаки когда дети рождаются они видят только красный и зеленый цвет я предлагаю так только когда он начинает различать синий я не знаю с чего цель не все очень плохо когда когда человек начинает видеть цвет фукси ты вообще знаешь как выбить цвет фукси я не знаю может и вот до сих пор не видишь я предлагаю что саша саша и лёша свои варианты предлагали давай хорошо нравится этот минутка интеллектуальных игрищ хорошо какая страна как вы думаете лидирует в количестве рождения близнецов германия россия я думаю что это швеция нет это африканский континент зимбаббе нет 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 на ир на ир это города ниги 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 ревина 5 карме и все остальное журнал годовая какая компания сделала свои детали от игрушек способными быть различимыми на ультрафиолете. Это как-то связано с детьми, да? Да, очень, вообще напрямую. У меня даже была такая проблема, честно говоря. Следующий вопрос. Если резать огурец в парадоль, может ли получить... Да. Ультрафиолетовые? Для чего это можно быть? То есть это имеется в виду, берется игрушка, светится на нее ультрафиолет. Игрушка состоит из деталей. Ну это, конечно, лего тогда. Почему? Чтобы на рентгене, когда дети проглатывают, было видно. О, красавчик! Что съели вас? Я реально глотала просто лего, да, и я не помню, различался он или нет, но это было очень плохо. Он, наверное, подглядывал. Нож называется, как это говорили, что Данила Мастер, не выходит каменных цветов? Не выходит! Извините. Свидимся. О, боже. Так, двигаемся с тобой дальше. В какой стране учительница младших классов была уволена за то, что сказала шестилетним детям о том, что Санта-Клауса не существует? В какой стране? Ну, это наверняка... В Исландии. Это наверняка Великобритания. Нет, вот видишь, вот видишь, а я даже не... Ну ладно. Ты тоже такой страны не знаешь. Великобритания, но это Уэйлс, но так как Уэйлс это часть Великобритании, мы засчитываем, Саша, еще плюс 5 баллов кармин. А ты ведешь какой-то учет? Ну, она лидирует при любых раскладах. Вы знаете, что еще, кстати говоря, учеными был подведен итог самого удачного дня для рождения детей. Ну, почему удачный? Потому что больше всего детей родилось именно в этот день недели. Как вы думаете, как вы? В этот день недели? Да. Я предполагаю, что это среда. Нет, ты вот в какой день недели родился? Я в четверг. Я тоже в четверг, кстати. Ну, я не знаю, в какой день недели родилось. А можно прямо сейчас узнать. Ты только знаю число. А ты, Саша, какой-то девятец. Я думаю, что это тоже четверг. Ты думаешь, какой-то девятец. Я думаю, что это тоже четверг. Нет, это вторник. Хотя все почему-то... Ну, вы думаете, что в четверг вообще люди чаще всего говорят воскресенье. А я вообще хотела сказать понедельник. Да. Вы можете не верить. Возможно, вам покажется это каким-то надуваловым. Но это действительно так. Мы тоже, как и вы, честные ребята. И сейчас это не подстава, а это действительно звонок. Человек дозвонился по номеру телефона 276-29-49. Набрав перед этим код Москвы 495. Привет, дружище. Здравствуй. Как зовут тебя? А, да. Привет, еще разок. Алло, здравствуй. Ты в эфире. Здравствуйте. Ой, как здорово. Меня зовут Валентина. Здравствуй, Валентина. А были ли у вас в жизни классные, как в песне «Я не могу без тебя», когда вот даже задыхаешься от переполняющих чувств? Вот это здорово. Были ли у вас в вашей жизни, не у ваших лирических героев, конкретно у вас такие ситуации в жизни, когда аж задыхаешься от любви? Были ли такие ситуации, как в песне? Конечно. Докладывай. Мне кажется, песня была по этому написана. Ну, подожди, это же не ясный вопрос. Ты задает прекрасный Валентина, да? Валентина, Валентина. Ну, вообще, вы знаете, когда, то есть, бывают такие моменты, когда полностью на сцене выключаешь вообще какие-то свои повседневные там проблемы и все прочее всю жизнь, и ты просто тупо живешь песней в этот момент. Это единственный такой момент, когда ты становишься вот именно персонажем этой песни, и ты полностью внимаешь в себя все эмоции этой песни, вот всю музыку, гармонию этой песни, и просто ее проживаешь на сцене. Когда ты это делаешь, там происходит реально волшебство, потому что, я не знаю, дух, он из тела выходит однозначно, и происходит что-то странное. Я представляю, он выходит, встает в три четверти и так... И да, и стоит, и наблюдает. Это что касается исполнения песни, и эмоций, переживаемых во время исполнения, а вот в реальной жизни, было бы вот это вот, вот это вот невероятное чувство. Ну конечно было, но вы что? Вот и твои это. Кстати, чтобы далеко не уходить и ковать железо пока горячо, давайте посмотрим клип на эту песню, да? Я не могу без тебя. Я без тебя не могу. И мы не можем без вас, пожалуйста. Еще плюс пять кармичек. Пять с плюсом, что называется, диплом об окончании курсов английского языка на лирические темы. Так, давайте вернемся. Клип на песню «Я не могу без тебя», группа «Мохито». После него вернемся, обсудим, пообщаемся, посмеемся. Давай посмотрим. Ну, честно говоря, я даже тоже, я даже тоже не могу без тебя. Я не могу без тебя. Без тебя не могу я. Сразу, знаете, вот после такой композиции, после таких эмоций не пустишься в болтовню, в развеселся, надо пережить, переварить. А мне понравилось. Да, мне тоже, да. Просто надо вот это теперь осознать и как-то жить с этим. Вы смотрите аналитическую программу с лирическо-актуальным подтекстом. У нас в гостях Саша и Саша, группа «Мохито». Спасибо большое за ваше творчество, очень круто. Кстати, да, уважаемые телезрители, если у вас есть возможность, а она есть у вас при наличии интернета, планшета и пальцев, зайдите в группу ВКонтакте, наш телеканал «Юмор», найдите нас там, напишите, как вам композиция. Кстати, да? Да, да, очень было бы полезно послушать. А наша, что называется, проводник по нашему эфиру, многоуважаемая мною и, значит, половиной населения Кавказа, курса «Задвигать свежую телу». О чем мы поговорим сейчас? Сегодня, дорогие мои, начались заезды в детские лагеря. Это факт точный. И я бы хотела поговорить с вами о детских лагерях. Потому что я в лагере была, я его очень любила. Я считаю, что лагерь принес мне только вообще положительные эмоции. Я была там, наверное... По какой статье? Вот такие сегодня шутки от Рисея. Стараюсь, я готовился, я писал. Знаешь что? А почему 2 июня? То есть с чем это связано? Слушай, я не знаю. Вторник? Вот, Леш, может это будет для тебя тайна, но 2 июня это не каждый раз вторник. Это вот в этом году так. Может быть, потому что после День защитника детей, да? День защитника детей. Это очень странно. Саша. Да. Хорошо. Пусть ты, Саша. Была ли ты в лагере? Конечно. В лагере это вообще наикрутейшая вещь в мире. Наикрутейшее. Детство. Каком лагере? Я была в своем родном городе Энгельсе. В лагере буревесни. У меня подружка из Энгельса. Маш, прийти на привет. Мне кажется, ты сейчас маточь мне. В Лат-С-Вегас. Вот, это потрясающий лагерь. Мой самый любимый. Я отдыхала там, начиная где-то лет с 6 и заканчивая где-то до 13 лет. Я вот каждый год, каждый год, каждое лето, по 3 смены. Мы тусили там с моими сестрами. Там наверняка, да, произошло первое поцелую, первое медленное с первое поцелуй. Да, все там, да, там вообще. О, 13. Простите. Я был в лагере, который называется Океан во Владивостоке. Это всероссийский детский центр, такой очень известный по России, вот наравне с Артеком. И еще как-то здесь. Подожди, а в этот лагерь можно купить путевку или это по направлению как-то происходило? Я, открою секрет, я был там с танцевальным коллективом, я когда-то занимался хореографией. Мы приезжали туда, как артисты, да? Мы приезжали туда, как артисты, но... Рабочий балерон в лагере работали. Я говорю, рабочий лагерь, да, по статье это не ясно. А ты был в лагере? Ну, если действительно интересно, у меня очень много рассказать. Во-первых, он... Не, очень много не надо. Давай что-нибудь о нем расскажешь. Был достаточно. Нет, значит, сначала я ездил в легкоатлетический лагеря. Я был легкоатлетом. Легкоатлетом? Легкоатлетом. Атлетом. Потом мои родители, в смысле, мои родители и родители многих других ребят в свое время в Карелии, откуда я родом, организовали некий горнолыжный клуб. И арендовали землю. И для того, чтобы зимой можно было нормально кататься, мы летом приводили склон в порядок. То есть крушили камни, косили траву, вырубали деревья. Это лагерь то? Трудовой лагерь. В лагере отдыхают. Леша, где ты был? У нас такой... Родители тебя обманывали. Трудово-отдыхательного направления был лагерь. Потом я ездил в местечко по названию Небух, это под Туапсе. Очень странно. В день перед началом лагеря, одна смена уезжала. Мы приехали, была вечеринка. Какие-то четыре... Это не так, просто ты приезжала, смена уезжала. Какие-то четыре хулигана, отвратительных человека, пробрались на территорию лагеря и начали всех месить. Батя у меня был, знаете, руководителем физ. Из воспитания на этой смене. И он в первый день получил по затылку. И у него 30 дней были такие, два синяка. Ну, а что это другие лагеря? Другие лагеря тоже мною посещались. Вот. А ты? А ты рассказала уже? Я была в добром лагере, в хорошем. Меня никто не заставлял работать. Мы не строили горнолыжные курорты. И батя у меня не был физруком. Его не били люди, которые забрались через забор. У меня все было хорошо. Что за лагерь? Я была в лагере при Российском университете дружбы народов, который... Можно говорить, как он называется, интересно? Почему нельзя? Конечно, можно. Называется Ювент. Он очень крутой, добрый. Я была там 8 лет. И отличается лагерь тем, что... Мало того, что там очень интернациональный состав детей, потому что при определенном университете он находится, он еще и устроен как республика. То есть там выбирает президента, совет министров, всякие... Там есть академия наука, академия спорта. И все это очень круто, круто, круто. Но, в общем, когда я туда приехала первый раз, я прорыдала, как белуга, 7 дней. И каждый день звонила папе, говорила, папочка, пожалуйста, я тебя умоляю, забери меня отсюда. Но через 7 дней я стала министром образования. Почувствовала власть. Позвонила папе, сказала, папу, ты можешь еще на пару смен? Мне там захватить. Он говорит, да, конечно, без проблем. Но до президента не добралась? Была президентом, устроила даже один раз революцию, и меня один раз лишили права участия в следующей смене. Да, то есть там ты получаешь гражданство, и если ты плохо себя ведешь, тебя лишают гражданства на определенный срок. И ты эмигрантом становишься? Я такой полонский. А ты была плохой девочкой, да? Я была такая, да, вообще. Класс. Если вы, а вы скорее всего, то вот. Стало ли понятно, что я хотел сказать? Ну, есть пища для размышлений. Да, немножечко пища для ума. Пожалуйста, если вы были в каких-то детских лагерях, если с детскими лагерями связаны какие-то интересные истории, присылайте их в нашу группу ВКонтакте, а сейчас «Слезы солнца». Это не просто будет плакать, это клип группы «Мохито». Давайте посмотрим. Плачет солнце, плачет луна, кому-то воды, кому-то вина. Вот такие рифмы у нас в эфире сегодня. Вот с таким вот уровнем поэзии мог бы я стать успешным, известным? Я уверена, не хуже Слепакова могу. С чего начинаем? На Арбате давать маленькие концертики? Зачем? Вот у тебя все есть уже. А, точно, точно. Я же веду ведущую на телевидении. Можно, да, собак? Моя следующая стихотворение? Давай, хватит уже стихах. Да, согласен. Мне лично интересно, мы с Лешей в начале программы сказали, что мы из многодетных семей. Вот давайте про ваши семьи поговорим. Ну, конкретно про детскую часть ваших семей. Про детскую? Да. У тебя есть братья или сестры? А, у тебя здесь стры, ты говорила об этом? Да, у меня есть младенькая Аленка. Привет, Ален. Сколько лет? Привет. Аленке 22 года. Аленка. 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 Маленькая. Извини, отрекусь. Она всегда будет маленькая для меня. Прикольная. И вот такая картиночка. Вот здесь шоколад Аленка есть, да? А я видел обложку шоколадки Каленка. Каленка. То есть, вместо лица так Каленка волосатенькая. Жесть. Не, ну это что это? Нет, это весело. Нет, вы понятны, что это за фейс. Ну, а старшая или средняя? Я средняя. Ага. Клан Стрельцова. Анастасия Стрельцова, можешь посмотреть. Нет, сейчас я смотрю шоколадка. А, ты скажешь, как Каленка тебе больше интересен. Саша, у тебя? У меня есть брат, два брата. Один живет в Новой Зеландии, другой живет в Вуланубе. Слушай, ты знаешь, что я вообще мечтаю жить в Новой Зеландии? Он женатый? Он как раз занимается тем, что он помогает мигрировать в Новой Зеландию. Я думала, он взаимодействует, что женится. Нет, он помогает русским. Помогает жениться. У него официальная организация, которая занимается перевозками людей. Работорговец? Шоколадная вещь. Господи, ну почему? Боже. Слышно. Попробуем, да, сейчас... А, да, все, показали. Достаточно, посмеялись. Боже мой. Посмеялись, и хватит. Шоколадка, Ленка. Как росли в семье? Дружно ли? Что по домостройу? Помогали ли друг другу? Или же, наоборот, соперничали? Я могу сказать, что у нас была... Мы любили друг друга где-то глубоко, очень глубоко в душе. Но проявляли лишь ненависть. Ну, в детстве, например, моей старшей сестре, мы с ней практически по годке. Ну, чуть она постарше, полтора года разница. И мы с ней ужасно дрались все детство. Вот, то есть, если сравнить наши отношения в детстве и сейчас, сейчас мы просто любуем друг друга, мы так ценим, и это то, что мы друг у друга есть. А на тот момент мы дрались ужасно просто, за любой мелочи. Я у нее все время брала одежду, потому что у нее всегда было красивее, лучшее. У меня брат старший, но я у него тоже брала одежду. Мы тоже брались. Да, это, как говорится, участь старших. А вы, Саша, сейчас вас под... раскидало, что называется, по земле. Ну, росли вместе, дружно? У меня разница с братом старшим 8 лет. У меня еще есть сестра, которая живет сейчас в Новосибирске. Новая Зеландия и Новосибирск. Новосибирск, и Улан тоже. Очень похожа. Не многие знают, но Улан тоже. Мы росли все очень достаточно дружно, как бы старший брат всегда заступался за меня, а я заступался уже за младшую сестру. То есть, у нас все было дружно, мы ничего там не делили, ни одежду, ни... Я думаю, что немногие семьи, немногие дети могут похвастаться таким добрым, приятным взаимоотношениям со своими старшими или младшими сестрами. Братья, нас четверо в семье, и брат, получается, сестра старше мне на 10, брат на 8, и сестренка еще младше на 2. То есть, у нас получается, двое старших и двое младших. Мы с сестрой... То есть, у вас два брата, двести-тре? Да. Очень удобно. Мы с сестрой вмесились в будь здоров, у нас была двухеросная кровать. Вот такая же история. И она однажды меня оттуда за ногу стащила, вот, да, через перила, из-за меня постей ноги была, разодранная штука, я еще шлепался со второго яруса. С тех пор все хорошо? С тех пор, да. С тех пор он такой. Самое главное. Вот с тех пор Леша такой. С тех пор Леша такой забавный. А еще и дай, где-то, наверное, в год упал с кроватки вниз манежек вот этот тун с головой. Мне кажется, все дети падают. Три брата. Три брата. А Леша упал головой вниз, а у Фурсы три брата. Три брата. Один старший, он старше мне на девять лет, он живет недалеко от Москвы. Один младший, он живет тоже недалеко от Москвы, ему 12, наверное, лет. Ну, в последний раз я видел. Ты неплохо, да, неплохо знаешь? А один живет не в России и прекрасно просто себя чувствует. А где он живет? Он живет в прекрасном солнечном Израиле. Ну, очень хорошо. Красота. Я что еще? Мои старшие, кстати, живут в Норвегии. Короче, все валят. Нет, ни в коем случае. У меня до сих пор есть возможность уехать. А Норвегия, кстати, это же очень суперстабильная вообще по жизни страна. Все рейтинги, все у Норвегии всегда. В этом-то вся и сложность. Слишком все предсказуемо. Ты знаешь, что с тобой будет через 20 лет. Слышь как все ровно и стабильно. Да, мне это не подходит. Не подходит. То есть, мне до сих пор есть возможность уехать. Я тоже хотела, когда ты уехал в Норвегию, но потом поняла, что это серые будни, и они не для меня. Лучше в России, где и мороз, и жарай, и все. Их, да, и стабильность. Всегда какие-то есть подводные камни, возможности. Да, кризис, 20 доллар. Вы знаете, кто такой Гордей Колесов? Озвучивай, озвучивай ее. Да, я могу озвучивать жизнь. Гордей Колесов. Гордей Колесов. Вы знаете, кто это? Это мальчик, который занял мое сознание на последние два дня, мне кажется. Это мальчик, который живет в Китае со своим отцом, и он выиграл буквально, наверное, неделю назад китайское шоу талантов. Ему 6 лет. Я смотрел. Ты видел, да, что это за машина? Он знает шесть языков к своим шести годам, он знает китайский лучше, чем китайцы, он поет, шутит, знает какую-то странную книгу китайскую, ну и все китайцы, ну это очень смешное шоу, вот само по себе, ну ты видел, да, что там вообще происходит? Там просто сидит толпа китайцев, и они их делают вот так вот и улыбаются, и все одинаковые. Гордей, гордей. Чтобы хоть как-то унять фурсу, чтобы немножко гордея, что называется, 6-летнего гордея, что называется, оставить за пределами сознания, давайте привемся на некую приятную музыкальную паузу. Как предложение? Эй, давай, Лёха. Вика, Даша, привет. У меня мог бы появиться другой, могла появиться другая, но нет, все те же, все те же прекрасные люди, со мной фурсай и Александр и Александра, группа Мохито, чертовски приятно находиться с вами вместе, прекрасно проводим время, это программа хот-ток, интересная. Кипяток, кипяток, Лёша, кипяток. Говорю, говорю, горячий хот-дог под кипяток. Ну что, что у меня поправляется? Опять стихи, я емкостоложный хот-дог. А, бывает холодный кипяток? Нет, холодный кипяток. Вообще кипяток же это, да, сваренная вода? Это 100 градусов должно быть у воды, чтобы она была кипятком. Именно 100 градусов, именно настолько горячо. Здесь у нас настолько серьезные темы, интересные, невероятные. Вот. Да. Мы с нашим редактором, с нашим продюсером и шоураннером программы «Кипяток». С желтой майки лидера. Да, с желтой майки лидера Георгием Севереном подумали, что... Ну, то есть, объективно это так. Люди, которые много проводят времени вместе, как, собственно говоря, часто братья друг на сестер похожи, да, там, на родителей. Обычно это говорят про мужа с женой. Муж с женой. Про домашних животных тоже говорят. Да, 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 кстати. Про деревья так говорят. Иногда осина очень похожа на осину. Мы не к этому. Мы пофантазировали, точнее, Гоша пофантазировал, а нам приходится играть под его дудку, потому что он сказал, «Блин, ребята, это так весело, так смешно». Давайте я сначала покажу вам, а потом покажу вам. Вот нам кажется, что... Нам кажется, что через 30 лет... То есть, рубрика «Концерт 30 лет вместе», да, вот... Никакой элифиз. Здесь лопу у меня какой-то космическую. Он загоревший просто, загоревший. Да-да-да-да-да, обязательно-обязательно покручивать. Вот так вот могла бы выгнуть билеты. Здесь много лета, кстати. плаера да и вот может быть вот так растяжки билборды 6 на 3 группа мохито 30 лет вместе вот так гошта рада я правильно делаю поиздевались немножко здесь размыто непонятно этих фотографий нет нигде в гугле поэтому у вас эксклюзивная была только что возможность и только что она закончилась у нас совсем немного осталось времени в эфире хотелось бы мне мне лично кроме того что узнать еще и рассказать нашим зрителям о том где когда в ближайшее время можно вас услышать увидеть наверняка же не только концерт кстати который состоит 7 июня на автодроме москва рейсвей да давайте мы же совсем забыли про билет разыграем 2 билета они подготовили вопрос предложение просьба я думаю что билет билеты должны уйти в одни руки да потому что наверное 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 кто сегодня получит бабе кто сегодня получит два билета не получит тот человек который угадает где снимался наш клип на песню называется на радио на радио и у нас все офигеть и на облака плывут тандем волна напевает слова нет я специально так спросил в общем от варианта ответов подходит до вариант ответов да где снимался где снимался клип на песню на радио человек правильно ответивший 37 получит давайте мы предоставим три варианта ответа давай давай первый вариант челябинск потом значит африка африка и 3 и испания сложный вопрос либо челябинск либо африка либо африка где где кроме как 7 июня можно вас увидеть услышать познакомиться с вами с вашим творчеством вы знаете мы все наши афиши все наши мероприятия мы всегда мы их не помним мы не помним но мы всегда как сказать в наших социальных вообще на всех наших группах контакта сайт instagram все в общем там все смотрите все написано сайт ваш мохитомюзик точка ру мохитомюзик точка ру как мне кажется ну я замечал за собой некие экстрасенсорные способности и я могу предположить вы меня что называется либо подтвердите мою версию либо проверите 12 июня у вас будет концерт даже по-другому даже если вы об этом не знали 12 июня у вас будет концерт понятненько где 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 сейчас я сейчас я менеджеру позвоню где-то просто с сашами себя фестиваль вижу дыру это холли это не дыра а краски холли фестиваль краски холли была в гостях прекрасное которая тоже рассказано про вас его ли они так расти сахариков надо еще 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 очень сそんな я не знаю как вас зовут так бы я это вы отдав ваши имена Вообще, я так понимаю, что лето немножко такого фестивального характера. Вряд ли будут какие-то сольнички, именно опен-эйры, большие площадки. Не, ну почему? Мы планируем, конечно, пару сольничков дать на опен-эйрах, но действительно очень много всяких фестивалей. Недавно прошел фестиваль этот Российский союз молодежи 20-летия, там был большой концерт. Ну то есть вот, да, таких концертов очень много, но где и во сколько, не знаю. Смотрите на сайт и мне внутрь, потому что там есть ответы на все вопросы. А кроме этого, ну то есть прямо сейчас, смотрите на мне внутрь чуть позже, а прямо сейчас смотрите клип группы ОКГО. Если мне не изменяет моя... не изменяет жена. Смотрим. Немножечко остывают ваши телевизоры, потихонечку начинают они... потихонечку заваривается денек после обеденной. Кипяток подходит к своему логическому завершению. Хотя трудно сказать, что сегодня в нашем эфире была какая-то строгая логика. Много было не стройных, нелогичных. И, возможно, именно и это прекрасно. Единственное, что было от начала и до конца правильно, это то, что у нас были гости. Это группа Мохита, Александр и Александра. Я от своего имени, если вам, конечно, это интересно, я вам благодарен за ваше творчество, аплодирую. Вы классные, вы классные. Ребята, вы тоже классные, сумасшедшие. Если кому-то интересно мое мнение, то группу Мохит нужно слушать, нужно ходить на концерты. Кстати, многие... Да никто. Никто, кроме нас, не знает, что во время того, когда звучал клип... Кстати, клип клёвый, да? Конечно, делали звуки... Ну, не как я языком, а там какая-то специальная технология была. Во время перерыва по номеру телефона 495-го от Москвы, а 276-29-49 дозвонился от нас Андрей Степанов, уроженец города Челябинска, то есть Челябинец. Челябинец, Андрей. Челябинец. Со знанием дела сказал, что не видел ребят из группы Мохитна на улицах своего родного города. Хотя постоянно ищет. Предположил, что клип снимался в Испании и... Угадал. Оказался прав. Да? Оказался прав? Да. Мы узнали, что Андрюха приедет с 6-го числа по 12-го приезжать на какую-то конференцию в Москву, то есть эти билеты, два билета на Moscow Raceway, который пройдет в Волоколамском районе, 25-й километр трассы М-9. Шелучкова деревню. Шелучкова. У кого Шелучкова, у кого Шелучкова. Вот теперь у Андрея есть два билета, чтобы разобраться Шелучкова все-таки или Шелучкова. У Андрея и друга Андрея, или по-друге. Да. Есть возможность посетить Moscow Raceway, а также оказаться на выступлении группы Мохита. Прекрасно. Чудесно. Замечательно. Ребят, давайте подаете итоги. Нам осталось буквально, наверное, 2-3 минутки. Чего бы вы хотели посоветовать в день следующем за днем защиты детей, в день следующем за днем начала лета? Что бы вы посоветовали нашим зрителям? Ты имеешь ввиду 3-го июня? Нет, я про сегодняшний день. Вообще, у него уже 2-ое июня, это вторник. Давайте в целом на лето. На лето. Ребят, ну классного, позитивного, страстного вам лета. Вот. Пожалуйста, отдохните как следует за это лето, потому что лето у нас очень короткое. И малоснежное. Да, и малоснежное. Много дождливое. А я как этот юморочный бросаюсь. Саш, с твоей стороны. Пускай лето 2015 года заполнится вам на всю жизнь и не забывайте слушать при этом группу Мохито. И возможно даже пить группу Мохито. А может и не группу, конечно. Что ты, Фурса, пожелаешь России? Я ли это не люблю, но желаю, чтобы вы его любили. Хорошо. А я в свою очередь... Так, надо собраться, потому что это же важно. Это же пожелание, да? Так, давай, да. Продолжайся. Теплых вечеров, приятных таких прохладных... Приятных прохладных. И это правда. Без здорово. Простыми. Теплого моря, приятных камешков, ласкового песочка. Теплых лучиков. Вкусного мяса. Уэйкборда, парашюта. Парашюта и кушать очень хочется мне. Вам хочется кушать? Пойдемте покушаем. Кстати, пока у вас был, между прочим, обеденный перерыв, мы тут впахивали в поте лица. И пота незаметно, только потому что нанесен толстый слой тудры. Нам... Не выдавайся секреты. Нам пора идти кушать. Вот так. Все. Пока. Кипяток закончился. Ура. До следующей недели. Увидимся. Увидимся.